привет друзья здравствуйте покажу вам сегодня мф к мф к 3 звезды классную сильную вместе с а сами четыре штуки не будем класть всякий мусор там в виде дрейвана и самиры но которые знаете как-то не очень выразительно показывать себя пока что не хочется сидеть гиперролит золотого дрейвана или самиру там варить какой-то очень специфический билд еще докидывает туда стрелков нужно и только в этом случае она начнет наносить какой-то урон это не очень вразумительно поэтому будем просто ребята толкиваться от магического урона от нашей самирки и будем побеждать на этом нашей мф ки будем побеждать на этом чемпион так нас по музыке получилось громковато чипа тише сделаю да думаю так хорошо окей что ж друзья м.ф. по билду что у нас получилось а сейчас я вообще пришел записывать не данную композицию но тут вторым аугментом я словил pandora bench полочка pandora или как она называется не помню скамейка pandora скамейка pandora называется русскоязычной вариации поэтому решил о чем не попробовать вроде как и не контестит никто сильно тут и подвернулся очень удачно нам под вторую эмблему как раз я собрал две эмблемы и под еще одну эмблему у меня как раз пришел пришел 4 ас морды кайзер ну и будем его потихонечку итимизировать будет здорово если соберем в т2 по сути тоже будет носить очень много урона и возможно взрывать стол и вот небольшие трудности у нас будут с такими ребятами кто будет выхиливать какой-то большой большой процент здоровья ну и в целом да с чемпионами у кого сам пул здоровья большой то есть их не так легко будет взорвать каким-нибудь там критом с другой стороны золотая мф к эти вопросы все решают очень комфортный чемпион урона много если у вас каким-то образом еще решен вопрос с хилами то общего все будет замечательно забиваем с вами полочку фиолетовыми персами и ждем по здоровью не все гладко я хотел в этом ролике записать отступников я их запишу обязательно их еще бафнули я не знаю зачем они и так были сильны их еще бафнули отступники очень жесткие сейчас они раньше давали 30 процентов урона всем отступникам и 30 процентов урона дополнительно последнему выжившему сейчас сделали 40 процентов урона всем и 20 процентов последнего то есть они всех взяли и усилили стрель что ли чего делаете зачем так много урона а если собираешь 6 по моему через эмблемку отступники варятся если собираешь 6 то вообще там урона кошмар сколько леонище же будет прям взрывать ведь все взрывать всех убивать получаем с вами еще одну . 19 хп у нас остается нам нужно срочно мфт 2 закрывать мимо орды кайзер с перчаткой с лопаткой пробегает но как-то я не хочу играть лопату поэтому иду забираю посох хочу увеличить свой урон будем закидывать этот посох сразу же в дракона будем получать серафима со второго ультимейта уже дракошка будет носить много много урона что касается первых аугментации ребят у меня есть у меня есть кто у меня есть мальфит мальфит который дает 20 процентов от хила при применении ультимейта любой чемпион на доске у меня применяю ultimate получает 20 процентов от своего запаса здоровья хила что касается админов почему я здесь держу потому что за каждый килл мы получаем 20 процентов к скорости автоатаки и по сути для мфки которая много убивает для нее этот процент он прям очень-очень здорово сюда заходит то есть да можно было бы каких-то там чемпионов более эффективных накидать убрать там эту камилу нафиг и поставить кого-то там очень сильного там конца фили и еще кого-нибудь придумать но мне показалось что этот прибавка по скорости которая даст ей возможность быстро уйти второй раз она очень-очень важно поэтому я вот решил что так будет лучше я ставил такой вариант после ультимейта вот когда у нас уже стал и такие забитые там 8 и 9 уровня у нее получается где-то 12 скорости автоатаки 1 и 5 скорости автоатаки и это очень здорово потому что базовая у нее всего 70 то есть она прям стакает замечательно приходит золотой дворян и вытворяет со мной вот это вот ребят и нам с вами тут биться и биться еще приходит мф к наконец-таки из пандорки супер не самое лучшее не самый лучший билд у нас на дракончике она да ладно пойдет мы его еще придерживаем по одной простой причине потому что у нас нету пореза хила а порез хила обязательно нужен плюс еще поджог в процентном соотношении все с ним прекрасно оставляем так как есть я вижу я вижу большое желание играть хакеров многие играют хакеров вы видите как они красиво взрываются вы это видели и было очень красиво 450 чистого бум свидание идите девушка передохнись 6 уровень сидит роллит умирает но роллит все равно самирка рядышком собирается из честно не знаю зачем я придерживаю и тоже можно на не у меня еще были тогда сомнения думал стоит ее придерживать не стоит вроде как очень много об урона может быть взять себе немножко одежки с другой стороны у морды кайзера есть порез на 4 секунды он закидывает порез магических дефов и ты начинаешь больше вносить ее в реле а ну хорошо и мэрки хорошо вот после вот этой вот как он дома роняет ему бы как-то пораньше его ронять было бы вообще замечать метчик ну по вариантам у нас либо кровопит собрать закинуть либо хэкстэк собрать и наверное хэкстэк мне понравился больше собирая хэкстэк хотя может быть как фигуре фронтлайна мудро было бы и кровопийца но хэкстэк он прям здорово будет какого-то дополнительного танка подхиливать поэтому в целом хэкстэк выиграет мне наверное большее время ну я почему так рассудил что по времени это будет комфортнее самеру выкупаю ставлю сразу ее т2 на полочку и теперь у нас есть замечательная возможность с вами раздобыть мф т2 с полочки бумка хорошо уронил скритом прям хорошо было бы конечно лучше если бы у нас на на нашем мордекайзере был была не грань перчатка крит перчатка было бы круто потому что грань дает нам отдыху который нам здесь не нужно а перчатка дает опыху который нам здесь нужно москотики у нас закрыты идут танцуют тоже немножко подхиливают в целом фронтлайн не самый у нас такой тонкий кстати мне вот показалось то что камила с аугментом на камилу где она получает щиты какая-то сломанная уж больно много у нее щита она немножко за спойлерю вам она у оппонента соберется золотая золотая и будет получать очень много щита и мне наверное просто повезло что я добил все-таки эту мфку но тут с одной стороны и повезло вы увидите да по ролику с одной стороны мне и повезло и не повезло одновременно видите почему не повезло по логике я должен был сделать все задуманное как вот мне хотелось вот все сделать немножко я вот подумал по поводу этого оппонента и решил сбежать от ургота но при этом подставиться под под сиджу потому что сиджа может как-то в сторонку да там ультану теща ургот любом случае по прямой даст и мы получим наши станы ой 500 чистого хорошо залетела неплохой был билдятский на на зачке там лучезарная у него перчатка с вармогом причем но зачок после того как распался на составных зачков после этого он ультимейт не применяет просто стоят такие тумбочки и дают авто атаки сиджу пожалуй придержим ребята 2 мфки зайка идем за заходит в бэклайн и камила заходит в бэклайн золотая крутая а я и страшно вот тут важно этого гикарима правильно приспозиционировать чтобы убийца залетал не на фронт-лайн а залетал на бэклайн кстати есть сломанная фигня с этим убийцей у него когда когда у него рунан мой рунан извините когда у него скорострельная пушка то убийца начинает даже если допустим в его ближайшем ренже танк на фронт-лайне он какого-то хрена начинает бить бэклайн там допустим три ячейки ему до фронт-лайна и где-то 45 ячейку ему до бэклайна какой-нибудь фигуры и он стоит и бьет бэклайн со скорострелкой я вчера заметил такой бак на как раз z был приехал на бэклайн дал пару тычек уходящей фигуре и потом переключился на вообще короче там еще 2 2 ячейки было в сторону моего какого-то там керри и он сразу начал его пинать хотя у него перед носом была куча малая чемпионов которые были гораздо ближе меня прямо так удивило я думаю ты как это так выбрал интересно я забрал скорострелку для мордекайзера чтобы он фронт-лайн не танчил но уверенно отдавал свой ультимейт а то если вдруг он ультимейт свой не отдаст в этом случае мы пробив не получим не получим пробив соответственно можем лечь и поэтому все так произошло покровы покровы у всех покровы ты смотри у это лобби скилловая блин все покроются вот человека наверное подвел его вот этот аугмент с яйцом зря он его взял все ребята как-то усилились а ну вот с яйцом получился хотя он вроде как его уже про да он его прокнул уже получил какие-то предметы золото там так далее как он хорошо рассыпался а вот как раз он сейчас забрал вон вижу грань там перчатка гардбрейкер до антиконтроль и рука правосудия вроде как они там доп место доп место еще ну слушайте нормально пойдет вообще не обломался все еще живой думаю джакса он золотого доролит сиджата 2 приходит мф к собирается в реке красно спасибо и дальше я вот подумал либо я иду на 9 либо я не иду на 9 и мы с вами веселимся и конечно же я как любитель веселья я буду веселиться мы будем с вами собирать дальше фиолетовые фигуры пандора позволяет пандора веселая через нее сейчас можно много всего реализовывать можно им бы у меня было бы больше здоровья и более-менее нормальный старт в этом случае я бы пошел в лейт и собрал бы кого-нибудь из лек показала вам курить легендарную фигурку блин уже уже порез спал представляете то есть мф к без порезов стреляла сейчас то есть морды кайзер не такой прямо здесь супер важный ощущение что там даже 4 секунд нет у него но вот разворачивается она прям преступно медленно хочется чтобы быстрее разворачивалась у нее кстати есть аугмент где она увеличивает свой рэш раньше становится больше ну соответственно больше выстрелов больше рэш смотрится шикарно так сегодня у нас уже 1 до 1 завтра у нас второе сегодня нужно будет прям после записи договорюсь с грузчиками с машиной и завтра у нас переезд и завтра мы будем в новой локации с вами на стриме а может быть этот ролик я выпущу не сегодня а завтра уж этот ролик 2 выложу что там что там вот тут вот да вот что там что бронелом в целом неплохая тема морел на мик он не нужен у меня есть аурелиан сол медальон думаю самое лучшее забрать счет и выиграть время под ультимейте ставим на фронтлайн если честно вот по фронтлайну люблю по бокам ставить маскотов чтобы их в первую очередь фокусе или в зависимости от позиционки куда будут прятать керри направо или налево но обычно по углам да где-то их прячут и маскоты в этом случае умирают первыми и начинают танцевать и давать больше отхила не так много урона у нашего аурелиана но он довольно быстро его сдает и быстро режет все хилы и к тому же вот видите он потихонечку скейлится цвет вообще классно встал ультимейт нажимать прям какой-то какой-то киберспортсмен может быть игрока скорее который 24 на 7 чисто у него мэйн мордыка мордыка зеркалю сет ой ребята как уютно с вами как сами замечательно сидишь такое что-то болтаешь себя рассказываешь у любимой игре пьешь кофе а всего ничего остается до релиза так что ролики не пропускаем на стримы забегаем чтобы вы знали кем тащить люди приходят спрошу джо а кем играть а я такой блин а для кого я ролики делаю для кого я делаю ролики для кого я снимаю этот контент но блин вот мое ощущение что они реально перебафали этих отступников или как они там ступнике по-моему отступники и быки очень сильные отступники с быками это прям же есть какая-то страшно сильные страшно ну и как видите вариант там вот человек закинул на ну ему ранее пришел джакс и он закинул на него кровопийца плюс титана и все он закинул кровопийцу и титана и он сидел в серии побед он такой взял еще вот эти вот крошки великаны аугмент плюс 30 хп и он сидел вот очень очень долгое время и он начал проигрывать когда он подобрал яйцо и все остальные призматическими аугментами усилились тогда он начал проигрывать это и у него т2 был то есть он легко мог заходить на на 9 уровень и просто ставить максимально сильных чемпионов до золотых прям выроливать экономически он был очень силен просто поставил 4 ставишь 4 дебошира закрываешь мехов и все к мехам вот допустим там если у тебя есть вуконг то ты вуконгу докидываешь ривен которая закрывает и стражей и дополнительно закрывает тебе дебошира 4 и начинается просто разнос ребята просто разноса разнос еще вот у него золотой собрался на конечно беда что у него нету генсы он все еще надеюсь надеется что он откуда-то скорость автоатаки достанет но для этого чемпиона это строфически нужно было генса может быть даже он и меня бы победил если бы него было генса в мою золотую мэвку вполне вероятно ребят не стоит недооценивать мехов и нет ни недооценивай меня как говорят в аниме мне тут анюта которая золотка у нас на стриме посоветовал посмотреть этот прекрасный мир ребята рекомендую веселый аниме я там по уши влюбился в рыцаря блондинка просто мечта я по уши в тебя влюблен очень хочется ребята очень хочется как бы вот получить дракона золотого либо сиджуане золотую он был бы классно заролить вообще две эти фигуры по логике на смотреть сколько мы с вами сейчас будем ролиться остается один дракон 200 же тюжаник с круга я предусмотрительно взял в надежде что все получится остается тут еще ребята мы но мы слишком много хилимся даже когда у нас прокает красный баф на перчатке мы все равно хилимся очень много по что урона залетает космос ребят просто космос сколько ты два сета никакого смысла делать нет перероливаем ся с вами в сараку сеты ходят тиджа еще одно хорошо так но теперь либо от одного чемпиона туда либо одно чемпион туда вопрос оставлять вот в таком случае скамейку либо пытаться подроливать но каждый каждый ролл один тире два фиолетовых чемпиона мы наблюдаем поэтому наверное роллы было справедливо сделать у меня на полке стоит всего три то есть в итоге по фиолетовым мы сделали роллов на чемпионов 6 увидели до когда 2 отдали два ролла поменяли на шесть по логике все правильно сделал не стал дальше роллится после того как у меня 0 золото но 4 золото можно сказать с учетом того что сарака есть то есть чемпиона выкупить все равно не смогу поэтому роллы прекратил вот видите у нас как раз вот благодаря админом получилось 154 скорости и второй ультимейт он летит гораздо быстрее помимо того что у нее автоатаки жирные так это золотая фиолетовая фигура она даже с автоатак неплохо отхиливается если вдруг кто-то захочет с ней по пвп 6 постоять по дуэлица 67 ребята уже зоечка закрывается золотая у человек неправильно это все эти гиперолы несерьезные у меня серьезный гиперол у них все несерьезная к это урготик красиво это по-моему любимый скин моего сына очень любит урготик краб год по-моему назвать что-то краб год должен был быть черным с длинными черными волосами как слабенько да у нас заходит седжу они с драконом обратили внимание здесь я беру вар мог просто чтобы сиджу усилить напоминаю вам что мне 20 процентов от максимального запаса здоровья при при ультимейте срабатывает соответственно мы будем выхиливать очень много благодаря тому что мы до сих пор держим этого мальфита бесполезного мимо пробегает мордекайзер но он мне не нужен я уже сфокусировался я понимаю что у меня стол здесь сейчас самый сильный я побеждаю любого оппонента я просто уже хочу фиолетовый доролить вот он все они о том все-таки собрал генсу ребятам все-таки собрал генсу да он типа закрыл идеальный билд и вот он идет ко мне дает третью тычку отрывает где-то на процентов 70 хп но там сразу после такого бурста вылетает ультимейте мэвки и кладет его и 2 тоже падает к сожалению к сожалению столько роллов ребята столько возможности собрать все две фигуры и вот фиг тебе и вроде как и пандора есть но при этом очень повезло с мэвкой и ужасно не повезло с аурелином соло моседжуани вы друзья спасибо большое за просмотр не забывайте поддерживать канал лайками обязательно подписывайтесь на канал если вдруг до сих пор не подписаны у нас опять стало очень много зрителей кто не подписан рекомендую очень очень горячо на комментарии пишите свои мысли свои пожелания учитаю всех обнял хорошего дня пока